Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов, и я продолжаю свой рассказ о Грампоисе Део в Пальмо де Майорке. И на этот раз в мой обзор вновь попала партия Эрнеста Энаркиева, на этот раз против китайского гроссмейстера Дин Ли Женя. Итак, Энаркиев играет белыми, начинает ходом королевской пешки, и на доске быстро возникает испанская партия. В общем-то, незабываемая классика. Причем, Дин Ли Женя трактует испанскую партию довольно агрессивно. Ходом слон Е7 он намекает на то, что согласен идти в острую контратаку Маршала, но Энаркиева это явно не устраивает, и он делает ход А4, один из способов уклониться от контратаки Маршала. Дальше игра, собственно, развивается по теории, и после разменов на Е5 возникает с виду довольно такая сухенькая позиция, где белые на многое не потендует, но должны удержать небольшой плюс. Итак, Энаркиев выводит ферзя, это все встречалось не раз на практике. Ходом А3 Энаркиев препятствует выпаду черного слона на Ж4, ну или коня на Ж4. Слон тогда выходит на Б7, создается давление на центральную пешку белых, ну, которую Энаркиев удачно защищает конем. Дальше следует загадочный ход от китайского товарища, король отходит в угол на H8. Ну, сразу и сложно сказать, зачем делается этот ход, но мы увидим с вами в дальнейшем по ходу партии, в чем идея хода король H8, поэтому пока не будем останавливаться. Скажу лишь, что позиция эта встречалась уже на практике, и до этого здесь белые испытывали довольно агрессивный ход Ж4, захватывая пространство на королевском фланге. И дальше в партии было Ж6, и тут же уже, видимо, международный мастер Али Маранди допустил грубейшую ошибку, отступил конем на F1. Ну, в общем-то, типичный испанский маневр, но здесь он наталкивается на конкретное опровержение. Черные побили пешку на Е4, и после взятия ладью сыграли F5. Вы видите, что связка по большой диагонали не позволяет здесь белой ладьи отступить, однако Али Маранди здесь проявил хитрость и отступил ферзел на Ж3. Оказывается, что белые создают угрозу взятия на Е5, которая, в общем-то, довольно неприятна для черных, и здесь шахматист с рейтиком 2059 немного растерялся и, в общем-то, даже проиграл партию. Однако у черных здесь было крайне сильное продолжение, это ход G4. И после этого связка по большой диагонали оказывается смертельной для белых, никак они не могут здесь укрепить свою позицию. Черные вот таким вот образом активизируют ферзя. Видите, что оба чернопольных слона просто простреливают всю доску здесь. Ферзь черной неприкосновенен. Ну а на попытку защитить ладью слоном, белые и черные разменивают ферзей, забирают качество на Е4, и потом ладья спускается на первый ряд, и, собственно, связка по первому ряду решает тут партию в пользу черных. Ну мы отвлеклись от нашей партии, и так, Энесто не стал делать ход G4, он играет более надежно. Ферзь отходит на G4, прицеливается к центральной пешке черных, которую Дин Лерен успешно защищает ферзем. Ну и в этой, вроде бы, позиции белым абсолютно ничего не грозит. В общем-то, в таком же неведении пребывал и российский гроссмейстер, и здесь он делает ход в ферзь H4. С виду абсолютно логичный ход, ферзь лишний раз защищает пешку на Е4, и конь освобождается от этой функции, сможет пойти по известному маршруту на F1, и потом, скажем, на G3. В общем-то, ход довольно идейный, но посмотрите, какую глубокую идею заготовил китайский товарищ. G7, G5. Черные жертвуют пешку ради вскрытия линии G. Вот тут-то мы с вами и поняли, в чем была идея хода короля на G8. Ну, брать пешку необходимо, иначе она пойдет дальше. И черный ладья встает на G8. Теперь мы с вами видим, что все черные фигуры нацелены на белого короля. Оба черных слона стреляют на позицию белого короля. Ладьи сдваиваются по линии G, и также готовы нанести смертельный урон белому монарху. И единственный защитный ресурс белых – это пешка Е4, которая пока хоть как-то сдерживает агрессивный настрой черных. Но, тем не менее, в этой позиции защищаться уже крайне сложно, если вообще возможно. Я, как самый надежный, предлагаю за белых ход конь F1 с идеей на сдвоение ладей сыграть G3 и пытаться вот таким вот образом удержать позицию. Однако здесь мне не удалось найти за белых равенство после агрессивного хода H5. Черные просто хотят пойти H4 и все-таки вскрыть линию G. Ну и дальше у белых есть определенный выбор. Если сами они играют H4, препятствуя дальнейшему движению черной пешки, то у черного коня появляется поле активное, где он сразу нападает на пешку F2. И после этого черные развивают здесь огромную активность, забирают на Е3, забирают пешку на H4. Ферзиом пользуются связкой по линии G. Ну и потом смело жертвуют ладью за пешку, но и в этой позиции белым уже ничего не поможет. Черные фигуры просто добивают белого короля. Ну и вторая возможность это сыграть немедленно слон Е3, попытаться разменять как можно больше фигур. Ну в этом случае черные размениваются на Е3, прогоняют белого ферзя. Ну вы видите, что можно, во-первых, побить пешку на H3, но даже это не обязательно. Еще сильнее сыграть H4, не отвлекаясь от генеральной идеи. Теперь на король G2 черные делают еще один хитрый ход ладьей, заранее прицеливаясь издалека к пешке H3. И практически вынуждая ход G4, закрывая позицию. Ну кажется, что белые окопались, но здесь следует неожиданная жертва ладьи. И оказывается, что брать ладью вновь нельзя, на взятие черные забирают слоном, и белый ферзь оказался в капкане. Вы видите, что у него нет ни одного хода. Сильнее отойти королем в угол, ну в этой позиции ясно, что перевес здесь огромный на стороне черных. Они отыграли пешку, материальное равенство, черные продолжают атаку. У белых здесь одни слабости, и вообще не видно никакой радости за них. Ну что ж, игроки его, видимо, тоже не порадуются эти варианты, и он делает более активный ход кони в 3. Идея его в том, чтобы на сдвоение ладей перекрыть линию G слоном, и одновременно таким образом напасть на коня F6. В общем-то, идея хорошая, но здесь Эрнеста просчитался. Дин Верен наносит сокрушительный удар по позиции белых, бьет конем на Е4. В общем-то, эта партия чем-то напоминает недавнюю разгромную победу Дин Верена в китайской лиге, где он также пожертвовал Ферзя. Ну здесь, конечно, взятие Ферзя приводит к неминуемому мату. Черные забирают на G2, ну и удачный король либо отходит в угол и получает мат конем, либо отходит в центр и получает мат ладьей. Тут особо считать нечего. Какие еще ходы следует посчитать? Ну, во-первых, ладья бит Е4. В этом случае черные забирают на G5. Еще раз забирают на G5. И ходом F5 они опять же за счет связки по большой диагонали выигрывают материал и продолжают атаку уже с материальным перевесом. Конечно, такое энергию его устраивать не может. Ну и последняя, наверное, попытка здесь как-то обострить игру после комбит Е4 это взятие ответной конем на Е5 с идеей где-то создать угрозу взятия на F7. Но черные просто забирают слона на G5. И здесь нигде, к сожалению, нигде не успевают белые забрать черного Ферзя. Здесь вот черные легче всего выигрывают таким способом. Ну и опять же видно, что все черные фигуры нацелились на позицию белого короля. Здесь белым никак не спастись. Ну что ж, Энесто здесь довольно надолго задумался. Ход конь Е4 явно выпал из его поля зрения. Тут еще к тому же и на F2 висит удар. В общем, уже здесь по-хорошему можно было сдаться, но Энесто продолжает тянуть сопротивление. Он защищает слона пешкой. Следует взятие на G5. Ну и здесь Дин Верент просто пробивает позицию по линии G. Активизирует Ферзя. Грозит смертельное взятие пешки на F3. Иннаркиев не находит ничего лучшего, чем переградиться ладьей. Ну и здесь уже просто Дин забирает весь материал. Забирает на G2. Забирает на Е3. И этот Энштейт, конечно, легко выигран. У черных Ферз против слона и ладьей. Плюс еще две пешки. Ну и, конечно, с таким открытым королем белым здесь не спастись. Давайте посмотрим, как китайский гроссмейстер реализовывал здесь лишнего Ферзя. Ну, в общем-то, Иннаркиев продолжает играть эту позицию. Видимо, просто по инерции. Здесь вот он опачки создал, между прочим, угрозу мата в один ход. Но, конечно же, Динлер Эн на чеку. Он объявляет шах Ферзем. Выходит королем из угла. Ну и мы с вами видим, что черные надвигают пешки. Теперь у белых реально тяжелая ситуация. Если король отходит на F3, то после хода в Ферзь H5 белые теряют ладью. Поэтому король вынужден отступать на Е4 в центр. Следует взятие на С2 с шахом. Опять же, приходится закрываться ладьей. Ну и здесь черные просто защищают пешку королем. Позиция черных выиграна просто как угодно. Ну и, видимо, уже от безысходности Иннаркиев забирает пешку на А6. Ну и здесь позволяет черным красиво выиграть за счет геометрического мотива. Такого вот Ферзь идет на Ж2. Белые закрываются ладьей. И после хода король Е6 король отнимает у белого монарха поле Д5. И черные просто грозят поставить мат Ферзьом с поля Ж6. В этой уже позиции Эрнест Иннаркиев признал свое поражение. Ну действительно, можно, конечно, объявить шаг черному королю. Король в этом случае отступит на Д6. И все равно сохраняются две угрозы. Во-первых, белый король должен защищать свою ладью. Ну а черные грозят, во-первых, матом с поля Ж6. Ну а если слон каким-то способом защитится от этого мата, то мат последует с поля Е2. Таким вот образом завершилась партия четвертого тура между Эрнест Иннаркиевым и Дин Лиреном. С вами был Евгений Шувалов. Не забывайте поставить лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзоры следующих партий Грампа и Фиде в Пальме де Майорке.